Но вернёмся на украинскую землю. Далеко не олимпийской по духу оказалась первая неделя новой сессии парламента. Первые два законопроекта из большого пакета реформ от Кабмина приняты на этой неделе. Напомню, всего правительства предложило принять 35 законопроектов, которые должны заложить основу для существенного экономического роста в нашей стране. Решения в этом пакете самые разные. О дирегуляции до создания новой службы финансовых расследований. Казалось бы, 2 из 35 хороший темп, почти олимпийский. Вот так до лета можно было бы принять все остальные законопроекты, если бы не всё те же проблемы, которые не покидают наших избранников уже четвёртый год. Зал пустой, амбиции огромные, а ещё и выборы всё ближе. Почему именно сегодня в Раде заговорили о выборах, знает моя коллега Екатерина Лысенко. У них позади не просто трудовая неделя, а старт новой восьмой сессии. Казалось бы, первые дни работы должны запестрить принятыми решениями. Тем более, что отложенных, неотложных вопросов у депутатов на месяц беспрерывной работы. Я уверен, что все мы полны энергии и сил. Но сил оказалось недостаточно. Первый из наболевшего антикоррупционный суд. Мы должны разблокировать работу комитетов над законопроектами президента Украины что до створения антикоррупционного суду. Но до включения в повестку дня даже не дошли. Мы сейчас в автознях и свидетельство того, что антикоррупционный суд не потребен, правлячие, олигархичные верхивцы. Мы можем готовать законопроекты, мы можем их проводить через комитеты, доводить до сессийного зала. Но если тут нет 226 голосов, мы не можем проголосовать. Куда же делись депутаты? Этим вопросом задавались в каждой фракции. И вели свой подсчет, кто Киев променял на Вашингтон. Больше 50 депутатов кинули работу и полетели в Америку на так званые молитовные снеданки. Мы считаем, что должна быть сокращена чисельность депутатов, если они не способны приходить на работу, если для них снеданки в Америке важнее, чем снеданки, обеда и вечера украинцев, которым нет чего ести через их политику, тогда они не имеют права держать депутатские мандаты. Поэтому предусматривать списки всех, кого не было, выраховывать их зарплаты, и вообще сокращать чисельность депутатов и избавить мандатов тех, кто не имеет чувства ответственности. Идеи штрафов каких-то грошовых, смотря на декларации, так просто, понимая, они не работают. Были разные идеи, телесные покарания и другие какие-то вещи, но пока они не позволены Конституцией. И исходя из этого, в среду заседание закрыли досрочно, а в четверг повестку дня перекроили, заполнив ее социальными вопросами. И поэтому сегодня Порубий шукает те вещи, за которые сегодня будет голосовать вся сессийная зала. Парламент не имеет коалиции. И коалиция у нас не просто 226 голосов, которые должны быть для того, чтобы принимать любые законы или постановки. На этом неделе стало достаточно важным событием. Еще два депутата покинули фракцию в блоке Петра Порошенко. То есть коалиции на сегодняшний день нет в принципе. Из-за отсутствия голосов многие главные кресла страны пустуют. Хотя на этой неделе о кадрах в Раде хотя бы стали предметно говорить. Нацбанки Гонтареву заменить Смолием. Это то, что предлагает президент. Ранее, чем в конце месяца, вопрос о главе Национального банка Украины не будет раздаться в Верховной Раде Украины. Сегодня Смолия запустили по всем фракциям на обговорение. Кто-то его за что-то проверяет, кто-то за что-то его щупает. Кадровые вопросы, так, важные, но они не такие первочередные для нас. Поэтому будет в порядке денежное призначение главы Национального банка Украины. Мы обязательно встретимся и зададим вопрос. В Верховной Раде базар не закончится. Базар – это торги. Они торгуются за каждую посаду. Ну а кроме Смолия, нерешенными остаются ротации в Центрозбиркоме. Правда, с мертвой точки процесс сдвинулся, хотя бы названы кандидатурой. Теперь у них спецпроверка изучения декларации доходов, а уж после голосования. Цикл формируется по квотному принципу и в зависимости от величины фракции, политсилы могут претендовать на одну или несколько кандидатур. Впрочем, кандидатов от третьей по величине фракции парламента в коалиции сразу принимать не захотели. Это тоже стало предметом для дискуссии. Президентам Украины переподано уже 14 кандидатур, где представлены все фракции и группы, кроме оппозиционного блоку. Чому? Оппозиционный блок дав несколько кандидатур. В администрации президента произошли консультации. С этого привода работала администрация президента с оппозиционным блоком. Им было бы запропоновано визначитися с этими кандидатурами. Всего 15 має быть подано. Кого они вважают, как найкраще? И президент домнесе ту одну кандидатуру. Мы вважаем, что должен быть баланс. А для того, чтобы он был, нужно представительство оппозиционной фракции. И нам нужно иметь две кандидатуры. Это будет справедливо. Это выполняющие все рекомендации Ради Европы. И пара. У нас должно быть две кандидатуры. Они не погоджаются на много вещей. Они ликвидировали комитеты, не дали представительство в комитетах. Они полностью брали себе всю владу. И докерувались до того, что уровень доверия к владею сегодня 5%. Мне бы хотелось, чтобы игры с ЦВК не завершились тем, что они проголосовали за отдельных членов ЦВК. Кроме антикоррупционного суда и кадровых вопросов, у депутатов еще ряд срочных документов, о которых в Раде не особо хотят вспоминать, но им напоминают. Чи не погоджуемся мы с тем, что действующая выборная система является неприятной. Действующая выборная система коррумпует сегодня выборный процесс. Стала нормой в нашей стране, когда люди покупают голоса. Мы имеем шанс это изменить. Мы имеем создать нормальную, прозорную систему. Я глубоко уверен в том, что люди сегодня ждут от нас, не то, чтобы политики за полтора-два года до выборов сегодня начали мерить своими рейтингами. А мы должны понимать, что до выборов у нас есть шанс принять надважливые решения. Решения, которые на самом деле ожидают люди. 7 ноября проект избирательного кодекса приняли в первом чтении. А финальное рассмотрение рискует быть самым продолжительным в истории парламента. К нему уже 4400 поправок. Депутатский рекорд. Но когда будет то самое голосование, не знает никто. У нас складывается такое впечатление, что та рабочая группа, которая была создана в парламенте головой Верховной Рады, получила какое-то доручение затягивать процесс, чтобы этот законопроект не было вынесено в парламент, в сессийный зал, в другом чтении. Есть разные механизмы открытых списков. Главное, чтобы эти открытые списки не перетворились в новую мажоритарку. На переконание Батьковщины идет осознанное затягивание процесса. Но все эти вопросы в ближайшие две недели явно не будут волновать нардепов. Ведь по графику в сессионный зал они вернутся только в конце февраля. А работа в этом месяце лишь полторы недели. Екатерина Лысинга, Елена Зорина, Вадим Сверидонов. Подробности недели. Телеканал Интер. Не обошлось сегодня в Раде и без очередной языковой стычки во время часа вопросов к правительству. Депутат от оппозиционного блока Сергей Матвиенков начал выступление на русском языке. В отверх хор оппонентов, потребовавших перейти на украинский, в итоге хор пришлось останавливать первому вице-спикеру и премьер-министру. 4.01.2018 года веден порядок проведения расчетов. В украинской, я вас очень прошу. Державная мова, она у вас очень хорошая. Дуже спасибо. Подождите, извините. Я представитель города Мариуполя. Если мы говорим о реинтеграции Донбасса, если вы таким образом относитесь к русскому языку... Шановный пану Матвиенко, пожалуйста, ваше запитание. Ваше запитание. Я прошу не перебивайте питание пана Матвиенко предминистра Мариуполя. Прошу. ...с вами отдельно на эту тему. Я перекладу на державную мову. А теперь, друзья, я хочу сказать одну речь. Ни в кого не має сумніву, что я разговариваю украинской мови. Коллеги, ну давайте не разделять Украину на сторони, кто как говорит. Кто-то говорит так, кто-то иначе. Наша рідна мова украинская. Наша мова, за которую мы маємо боротись, отстоювати и сміцнювати. Але ми маємо показати, що ми абсолютно цивілізована країна. Дякую за перегляд!